Наталья Владимировна, здравствуйте, меня зовут Уяна Боинтуевна, я начальник отдела досудебного взыскания проблемной задолженности в сберегательный банк. У вас по кредитной карте долг знаете, да? Какой сберегательный банк? Сбербанк. Что ты сберегательный банк, ты чё? Вы в 2018 году получили кредитную карту, на сегодняшний день у вас задолженность уже выслится больше 170 дней. Необходимо урегулировать сегодня задолженность. Ну не по-боже, я сплю. А во сколько вы можете перезвонить сами? Нет, сама звонит. Да. Ваш разговор будет... Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Эверест, инспектор Лосунова Юлия Михайловна, разговоры записываются. Валерия Ивановна, это вы? Да. Звонок вам на данный момент подступает по поводу вашей задолженности перед компанией Кредит Плюс, Экофинанс. На сегодняшний день у вас 3927 рублей сумма просрочки. И вам необходимо решить данный вопрос до 15 января, завтрашний день, включительно. Сегодня или завтра? Какой змеи оплата подходит? У меня совсем денежек нет. Что значит у вас совсем денежек нет? У вас же даже это не единственный платеж. У вас уже подходит дата следующего платежа 2 февраля. А денежек нет совсем. А на что вы рассчитывали, когда зайвы оформляли? Где денежки брать собирались? Собирались. У добрых людей. У добрых людей? Так просите у добрых людей. Они оказались недобрыми. Да что вы. Но долго вы будете паясничать? Прям от души говорю, от сердца слова вылетают. Да вы что? Работаете вы где? Вас бы не были кассиром? Ой, все может быть. На нервной почве и память потерялась. Заблудилась. Память потерялась. Вам помогут ее восстановить. Компетентные органы исполнительной власти. Замечательно. Замечательно. На органы вся надежда. Театр одного актера прекращается. Не поможет вам это никоим образом? Не поможет. Ну хоть компетентные органы помогите, услышьте. Вы родственникам с такими слезами придите тогда и просите у них деньги в долг. Нет, я хотела бы у Рыжакиной попросить. Не могла бы она мне дать. У кого? У Рыжакиной. Передайте мою просьбу. Я не знаю, может быть и дадут вам. А если она не даст, вы тогда умелость спросите. Пусть поможет. Она, конечно, некомпетентный орган, но пусть поможет. Может, у Гагариной тогда попросить? Нет? Как вариант. У нее у Гагариной нет, она не дает. Не дает Гагарина? Плохо. Простите лучше, у вас получится. Я вас верю. В следующий раз что-нибудь новое придумайте, чтобы посмеяли детей. Я долго не узнавала. До свидания. Пока. Алло, здравствуйте. 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 Я, друзья, Мафия Капуста. Меня зовут Сухоруков Андрей Александрович. Мы на чек-то работе с клиентами. Вот, как раз сейчас... Мне сейчас как раз очень хочется поблагодарить человека, который на витаминке... Вот мне на витаминке подарок сделал. А капуста – это тоже витаминки. Поэтому я говорю спасибо большое. Ирина Александровна, у вас все в порядке? Да, я теперь витаминизирована полностью. Волосы хорошие, блестящие, зубки ровные, крепкие. Ирина Александровна, я говорю, дай мне когда закрываешь? Займ не буду закрывать. В добровольном порядке, да. А, ну ладно. А мы в суд подавать не будем. Ну, пожалуйста, примените переуступку прав требований, статью 322-ю. Нет, а зачем, Ирина Александровна? Привлекетели работают со мной по тысяче пятые какое-нибудь коллекторское агентство. Пожалуйста, пожалуйста, вам не надо. У меня разрешение спрашивать. Но пугать вы меня таким образом не можете, потому что то, что со мной будет работать коллектора, это все... Фу-фу-фу! Это просто подарок, краска, мечта. В каких коллекторах? Вы платили уже то, что брали, даже больше. Ну вот, пролонгать время я обязательно все верну назад. Можете не радоваться и не потирать ручонки свои. Побломитесь. Просто будет этот долг всю жизнь и все. Ну и пусть он будет все жить, но то, что вы у меня забрали, я заберу назад. Все. Будьте к капусту и будьте здоровы. Пока. Алло. Добрый день. Альфа Баан, главный эксперт управления по работе с проблемной задолженностью. Бориса Ивановна Гаптровна, или мне это вы? Да. 49-й день задолженности у вас по дебетовой карте. Напоминаем, что звонки записываются, в связи с чем задерживаете оплату? По обстоятельствам пожизненным нет возможности оплачивать. А на 1017 рублей нет возможности оплатить 2 месяца? Нету, да. На какие денежные средства тогда вы живете? Да вам-то какая разница. Ничего себе, Альфа Банку выдаёте. Ольга Васильевна, 49-й день задолженности. Да. Требования банка вынести до 15 января включить. Ничего банк у меня не требовал, я не видела. Не нравится вам такое? Я вам озвучиваю требования банка. Такая позиция моя, пожалуйста, идите. Нет. Суд. Вы мне ничего не озвучиваете. Вы меня попросили до такого-то числа оплатить. Я вам говорю, оплаты не будет. И всё, не потерялись. Я вас сама туда отправляю. Идите в суд, банк. А вы говорите, нет. Проходит 2 секунды, вы говорите, банк может обратиться в суд. Вот пойми вас. А потому что я вас чуть-чуть со скрипта вела. Если вы отказываете на доплаты, Ольга Васильевна. Я вас сама туда направляю. Говорю, банк, идите в суд. Не кричите. Да что ты такая дура, если ты в Альфа-банке сидишь, а сама дура. Иди в МПО работы. Ваше место там, девушка. В МПО, там все такие. Не вам что, ведь не вам решать. Мне, со мной пока разговариваешь, я делаю вывод. Ольга Васильевна, не вам. Дана, дура. До свидания. День. Добрый день. Да. Валиф Ромиде Марсович, коллекторское агентство. Вадико, коллекторский разговор записывается. Ольга Васильевна, дату рождения назовите, пожалуйста. Кто бы её знал-то ещё. Дату рождения, либо паспортные данные. Я решила, что я её навсегда забуду. Двадцать один, либо девятнадцать. Не больше, не меньше. Говорите. Что ещё раз? Говорите. Я говорю, дату рождения, до лизничка. Ну, я говорю, забыла раз и навсегда её. Вот не хочу о возрасте думать. Ну, так откройте паспорт, посмотрите, Ольга Васильевна. Паспорт я спрятала в сейф. Сейф запаролила, пароль тоже забыла. А зачем? Спрятали? Чтоб лишний раз не заглядывать в него. Так хочется оставаться вечно молодой. Вечно красивой. Да? Хорошо, ладно, перезвоним Ольга Васильевна. Вы думаете, я вспомню? Ольга Васильевна, вы настройте, вспоминайте дату рождения. Что значит настроиться? Как мне надо настроиться? Мне надо побегать, потанцевать. Что надо сделать? Да, да, именно так. Да, 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 да. Спрашивай, так потанцую. Перезвоните в сфере. Пока, пока, пока. Всего доброго. Здорово. Алло. Да, да. Алло, здравствуйте. Любовь Геннадьевна? Да. Компания Планета Кэш. Меня зовут Павел Александрович, отдел заскания. Наш разговор записывается. По поводу задолженности с званием скажите, пожалуйста, оплату от вас до сих пор не поступает? Нам отказ подтверждать или все-таки будете решать вопрос на стадии телефонных переговоров? Нет, подтверждайте отказ. Принудительном порядке буду. То есть вы от добровольного погашения решили отказаться? Да, да, да. А почему? Ну, вот такие жизненные обстоятельства. А с чем они связаны, ваше жизненное обстоятельство? Ну, я думаю, это не важно абсолютно. В договоре они не прописаны. То есть вы не хотите сотрудничать? Не прописаны. То есть вы денежные средства решили присвоить, получается, да? Присвоение и расстраты, это статья 160 Уголовного кодекса, она не подходит сюда. Ну, я задал вопрос, я же не утверждаю. Я вам объяснила, что оплата будет в принудительном порядке, то есть после обращения компании в суд, либо если вы переуступите, соответственно, вторичного кредитора в суд и через службу судебных приставов. Рассказывать мне статьи 159, 160, не надо, присвоение, мошенничество. Вы живете где сейчас? Я живу, где я живу. Вы когда с телефона положено позвоните, тогда мы пообщаемся. Мужчина, звонящий с мобильного телефона непонятного, да, я не знаю, с кем я общаюсь, поэтому я не буду рассказывать, где я, что и зачем. Требование компании погасить 39 839 рублей. Нет, это не требование, по телефону требование не выставляется. Компания отправила. По телефону исключительно вы можете меня попросить и предупредить о наличии просвещенной задолженности. Я вас о последствиях предел. Требование, пожалуйста, в письменном виде, если вы собираетесь пойти в суд, пожалуйста, выполняйте презентационный порядок. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Вазбанкир», Хватова, Катерина Валерьевна. Зинаида Валерьевна, дата вашего рождения вы хотите для получения важной информации? Я бы с удовольствием. Я бы такого не могу. Почему? У меня мозг защемил. Понятно. Зинаида Валерьевна, всегда приходите в компанию, перезвоните. Ага. Зинаида Валерьевна. ДИНАида Валерьевна. Продолжение следует...